Жители нашего дома выступают против постройки, которая у нас идет, практически уже завершена. Мы начали протестовать, на администрацию выходили еще с прошлого года, когда она началась, 7 мая, когда постройка только началась. Несколько раз мы были в администрации, разговаривали с замглавой попека. Он сказал, что важны налоги в казну города, то есть наплевать ему на жителей города. Это безобразие, потому что сейчас там общественный туалет, мусор уже начал, еще здание не открылось, уже мусор там скапливается, работников, которые там работают, бутылки и все остальное. Администрации все равно. Прокуратура проводила проверки, выявила нарушения, приостановили, но работы все равно продолжались. Вот я сделала фотографии, они работали по воскресеньям и по субботам, когда прокуратура не может, ну, нет возможности выехать на место. Также нарушения в документации. Какие нарушения? Ничего с той поры не изменилось. Написано, что все устранили, но ничего не устранили. Единственное, что сейчас здание было 19, 19, 23, а сейчас оно 19 на 19. То есть квадратное здание. Единственное, что с одной стороны убрали 3 метра. Все. Больше ничего не изменилось. Так же работы и продолжаются. Саратская прокуратура приехала. Они все измеряли. Вот Оксана видела. Все измерили. Прислали они. Мы переслали к вам, это, вашу прокуратуру. Тишина. Послали Путину. Тишина. Я точно знаю, что ответ пришел. Какой ответ, не знаю. Разобраться, скорее всего. Пришел на нашу прокуратуру. Тишина. Второй раз пришел ответ с этой саратовской прокуратуры, я писала. Опять туда присылают. А опять все нормально. У вас все сделано. Вам здесь поставят цветники разной породы, деревьев. Вам тут мусорные баки поставят. Вот баки, я согласна, поставят. А больше они ничего не сделают. Когда вот только-только строительство началось, мы обратились по правам детей. В Саратовске. В Завгородние. Да, по-моему, чему. В Завгородние. Вот она взялась за дело, вроде как это. И вот тогда приостановили. Все. Потом нам несколько раз прокуратура давала ответ, что стройка приостановлена, что они пока все замечания не устранят, стройка не будет. Они устранили. Вот где я вам показала. Все. А буквально сегодня уполномоченному позвонили из прокуратуры саратовской и сказали, что все нарушения исправлены, никаких нарушений нет, магазин готовится к открытию. А где они? Чего они исправили, мы так и не поняли. Задавали вопрос по поводу случись, не дай бог, пожар. Дело в том, что я был очевидцем пожара в восьмом доме, полмоносово, восемь. Вот напротив нас. И наблюдал там, как протягивали лестницу, эвакуировали детей. Человек пять при мне с пятых этажов, эвакуировали по этой лестнице. Вот я задал вопрос. Объясните мне, как вот здесь случится беда, на той стороне. Как лестница будет эвакуировать людей? Ведь она там не достанет просто. Ответа мы на это не получили. Зачем мы должны рисковать? Вот этим магазинам, их мало здесь магазинов. Нам и так покоя от этих магазинов нет никакого. Уже окружили до такой степени, что ни днем, ни ночью у нас покоя нет от этих магазинов. Вот задавал вопрос. Вот, пожалуйста, стоит вот этот ломбард. Круглосуточная работа. Законом, по-моему, запретили. 14-го года апрельским законом запрещено. В местах общественного проживания открывать круглосуточные вот эти ломбарды. Нет, у нас этот ломбард, что он такой крутой, что ли, в этом магазине хозяин или что? Сколько раз задавали вопрос. Ни днем, ни ночью покоя нет. И вот сколько еще будет продолжаться. На тебе еще вот эти беды. Ну сколько на этот дом можно этих бед? И никто нам никакого положительного ответа не дает. Вот не устраивает нас этот магазин. Просто он нам мешает там. Даже хотя бы то, что он закрывает солнце людям в окно. Ну просто невозможно так жить уже. Еще и будем говорить, что мало того, что солнце закрывает, еще приходят и гадят за этими магазинами. Да, постоянно. Да и они и сами этим занимаются. Просто вот они здесь ходят, милиция, ни один раз вот не встанут, хотя бы понаблюдали и переловили. Здесь хоть несколько человек наказали за такие вещи. У нас дети смотрят в окно, увидят все эти безобразия. И потом мы вдыхаем всеми этими фекалиями. Нам мало того, у нас здесь в подвале своих фекалий полно, все трубы гнилые. Еще нам и под окном выкладываются эти вещи. Так что, пожалуйста, разберитесь с этими домами, с этими постройками. Не нужны нам абсолютно. Мы, жители дома, просим произвести проверку, качественную проверку, добросовестную, а не отписки, которых у нас, у каждого, девать уже некуда. Просто проверку вот этого всего, что творится. Наместили газовая труба. Вообще имеет ли быть там эта вообще постройка? На каком основании она тут вообще есть? Какие нарушения? Просто чтобы провели и разобрались в этой всей ситуации. Потому что такое положение вещей нас не устраивает.